Друзья, всем привет! В Алтайском крае суд рассмотрел дело банды, обложившей данью воинскую часть. Это никакая не шутка, не розыгрыш, это та самая суровая реальность, которая происходит в нашей с вами стране. Чтобы вы понимали, воинская часть это куча военных, вооруженных до зубов автоматами, пистолетами, гранатометами, а параллельно с этим бронетехникой, бронетранспортерами, танками, зенитно-ракетными комплексами, установками. Их обложили данью. Речь идет о городе Олейске. В Алтайском крае численность населения несколько десятков тысяч человек. В течение полутора лет, вы вдумайтесь, полтора года ОПГ под руководством криминального авторитета Олега Пигарева вымогало у военнослужащих деньги. Суммы немаленькие, они достигали до 120 тысяч рублей. Понимаете, да? Речь идет не только о рядовых военнослужащих, но и о младших офицерах. В том числе офицеров, вдумайтесь, в уровень безумия. Естественно, по классической схеме вымогательство происходило под угрозой какой-то физической расправы, но в случаях, когда вы на случай отказывались платить, их похищали, лишали свободы. После этого их поочередно жестоко избивали, естественно, угрожая последующим насилием, угрожая лишением жизни. Ну и, соответственно, как это часто бывает, да, из фильмов каких-то криминальных, их ставили на счетчик, многократно увеличивая долги. Одного из 36 пострадавших контрактников заставили купить старую ржавую «восьмерку». Ну, просто автохлам, естественно, по очень завышенной цене, которая ему была абсолютно не нужна. Это отдельная, чтобы вы понимали, статья. Вот когда слышишь такие новости, во-первых, не веришь, воспринимаешь это как какой-то анекдот, как воинскую часть военных с автоматами можно обложить данью. Преступный мир, какие-то ОПГ, там, преступные группировки, как они могут заставить платить военных. Задумываешься, как же на самом деле замечательно и хорошо, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вывел нашу Российшку из 90-х. Или не вывел. Справедливости ради, такого в 90-х даже представить себе было нельзя. Ну, да, наверное, какие-то рикетиры, вымогатели, какие-то преступные группировки, наверное, обкладывали там данью каких-то предпринимателей, предприятий, там, заводы. Но военных, воинские части, это же все-таки стратегическое для нашей страны направление. Что-то по телевизору об этом не скажут. Скажут о том, что у нас все в армии хорошо, что у нас новые там ракеты закуплены и так далее. А здесь криминальные авторитеты заставляют платить целые части, облагая их данью. Но справедливости ради, наверное, все-таки этот случай какой-то исключительный и для основной массы наших граждан. Рикетиры, ну, по крайней мере, граждане едино во мнении, это какая-то аналогия с приставами, которые забирают у людей последнее. То же отголоски с 90-х, когда мы говорим о детях, которые нюхали клей в 90-е, сейчас они нюхают спайсы или соли или другие химические наркотики, которые страшные. Если мы говорим о безденежье 90-х, то сейчас это кредиты и ипотеки, которые душат граждан и заставляют более половины, а в некоторых случаях выше 90% доходов семьи отдавать банкирам, которые просто имеют неумерные аппетиты. Если мы говорим о ворах в законе, которые раньше, ну, просто были на слуху, да, то сейчас это воры в кабинетах чиновничьих или сотрудники правоохранительной системы в погонах, которые перекочевали вот по вот этим вот направлениям. Если мы говорим о финансовых пирамидах, МММ там, других, то сейчас это пенсионный фонд. Плати всю жизнь, отчисляй. Непонятно для чего, если ты все равно до пенсии не доживешь. Или капремонт. Такая же аналогия граждане, которые никогда не увидят ремонт в своих квартирах, потому что он будет через 30 лет. Это же очевидно, что на самом деле никакие 90-е, никакие вот эти заслуги Путина о том, что он нас спас от этих лихих времен, на самом деле ничего этого не произошло. Мы давным-давно туда обратно вернулись. Но, как показывает практика, с еще более жесткой, еще более динамичной силой. Если теперь, да, ну как, с кем будет армия воевать? Внутри страны, что ли, она будет воевать? Вы представляете, вот страны, как их называют, партнеры, какие-то, значит, военные альянсы, которые против России, против Советского Союза созданы и сейчас против России пока еще теплится. Ну, смотрите, вот они на это смотрят, насколько они аплодируют в ладоши руководству нашей страны. Они им медали должны давать, что без единого выстрела, без единой бомбы, без единого снаряда наша страна доведена до такого безумия. С нами воевать-то не нужно. Все, что здесь в стране наше национальное богатство есть, принадлежит каким-то олигархам. Если в 90-е был Абрамович и Березовский, то сейчас их больше ста. Ротенберги, Тимченки, Прохоровы, Усмановы, бесконечно можно перечислять. С ничего, как грибы за последние 20 лет выросли на нашем национальном благосостоянии откормленные. Кто будет с нами воевать-то? А если вдруг такое когда-нибудь случится, если вдруг будет в этом потребность, то наша армия будет занята борьбой с ОПГ внутри нашей страны, с криминальными авторитетами, которые хотят поживиться на наших гражданах. Николай Бондаренко предсказал войну армии с преступными группировками, что звучит довольно кошмарно. Однако, судя по скорости, с которой Россия приближается к плачевному финалу, это вовсе не исключено. Пожалуй, только в армии и сохранились люди, которые способны взять ситуацию под контроль. Ни ФСБ, ни ФСО, ни МВД на это, по большому счету, уже не способны.